Приветствую вас на ваших экранах проекуальные экономические новости за 6 мая 2020 года. Первая новость. Насбанк показал сколько было куплено валюты и сколько было продано валюты наличной через банковские учреждения. Скажем так, объем упал. Покупки и продажи, сальдо практически ноль. Чуть-чуть, чуть-чуть больше население продало валюты. Чуть-чуть больше. Но там слово именно действительно чуть-чуть разница. Там десятки миллионов. Это несерьезно. А вообще действительно упали. Ну, вы сказали, понимаете, карантин, не все добра. Не спорю, не спорю. Но действительно, если посмотреть с марта, то продажи, покупки наличной валюты упало на 50%. Такое колоссальное падение. Ну и новость, я считаю, хорошая. Обещаете открыть электрички. Ну, опять же, четко не могу дату назвать. Но говорят, что вот, скорее всего, в мае месяце городские электрички запустят. Ну, понадеемся. Ой, понадеемся. Позарез надо. Огороды? Не жду. Это факт. Еще такая интересная новость. Посчитали, сколько же денег потратили на борьбу с коронавирусом. 1,8 миллиарда гривен. Но имеется в виду, это из госбюджета, как вы поняли. Ну, теперь отнимите половинку. Это откаты. Неплохо заработали. Вообще, честно говоря, когда говорят, мы потратили, да, неплохо, неплохо. После этого коронавируса будет такая толпа ребят, которые будут покупать Мазарат и рассказывать, как хорошо мы всех в ЗУЛе. Это факт. А теперь новость, которая полностью должна всех уничтожить. Даже две новости. Первая новость. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что они запускают очень большой проект, колоссальный проект по строительству солнечной электростанции. Там мощность вообще страшная. То есть, они, если это все сделают, обеспечат мировую потребность, себе это не выполняют, мировую экономику электродегии по цене 1 цент за 1 киловатт-часов. Ужас, как дешево. Ну, действительно, есть возможность. Плюс, ко всему, вы понимаете, там большое количество пустыни, сам Бог хочет построить. По этой причине, да, вот как раз такая идейка существует. Возможно, вы слышали, что Минэкономики, не, не, извиняюсь, наша комиссия по регулированию тарифов, в том числе и на электроэнергию, сделала презентацию. И презентация сказала, что вот надо цены на электронию повышать, потому что они не соответствуют рыночам и так дальше. Скорее всего, в этом году повышать не будут, но действительно было запланировано повышение цен на электроэнергию. Мало того, сейчас такой хипиш поднялся, что вот надо запретить альтернативную энергетику, надо развивать топливную. Нет, стоп, давайте разберемся. То, что поставили на капитальный ремонт реактора атомной экстростанции, нормальное явление каждый год ставят. То обстоятельство, что у нас архи невыгодна тепловая энергетика, это факт. Очень дорогой уголь, да, очень дорогое, скажем, сырье, получается дорогая электроэнергия, и украинцы переплачивают за тепловую. Но тут же сразу говорят, вы же понимаете, они же и теплую воду, отопление делают. Вот этот бардак, который у нас есть, тут вода дорогая, тут электроэнергия дорогая, тут уголь дорогой, тут дотации, тут передотации. Ну, скажем так, надо действительно радикально это все или менять, или толку не будет. Вот я просто в причине, пока экономически не уничтожат, экономически, монополиста на рынке электроэнергии в Украине. У нас такой дешевый электроэнергии, как в объединенных Арабских Эмиратах, за один цент не будет. У нас все будет, рассказы надо повышать, все плохо, все ужасно. А что ж вы хотите? Монополист. Монополист это всегда такая ситуация. А это, я даже не знаю, как эту новость назвать. Министерство энергетики разъяснили идею майнинга криптовалюты на атомных электростанциях. Ну, я так понимаю, это пример того, что, к сожалению, люди, которые работают в министерстве, не совсем понимают, где они работают. Ну, молодые, неопытные, говорят откровенную чушь, бред, глупость. Штурналист это подфатывает. Посмотрите, ну, во-первых, начнем с того, что криптовалюта нафиг никому не нужна. Пирамиды уже развалятся, и это все. Можно не прощать, не надо. Во-вторых, использовать электроэнергии от электростанции для майнинг криптовалюты, это может только жилье. В-третьих, ну, что вам сказать, какие министры, какие, как бы, чиновники, такие идеи. Ну, бредовые идеи, абсолютно бредовые. Ну, специалист, почитавший это сказать, ну, хоть идиоты. Да, но вот это и есть момент, когда ставят людей малоопытных. Чем менее опытный человек, тем удобнее ворвать деньги. Обращаю ваше внимание. Учитесь, 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 как надо делать. А эта новость, ну, я бы сказал бы, руководитель гостуризма Украины есть такой у нас. Марьян Олескив, оказывается, заявил, что туризм может приносить 10% ВВП Украины. Ну, наверное, в теории может, на практике нет. Мне сейчас даже сложно сказать, сколько он приносит. Наверное, 0-0-0. Смотри, какая ситуация. Да, спорить не буду. Действительно, Турция зарабатывает на ВВП, на туризме. Действительно, доля туризма ВВП очень большая. Но, сейчас, Патрай, Турция сделала так, как, к примеру, не может сделать Украину. Что сделала Турция? Да, там действительно большое количество было, ну, таких, скажем так, захудалых рыбацких поселков. И турецкая власть своим решением, грубо говоря, начала раздавать эту землю. Раздавать проклятым иностранцам. Да. Ведь иностранцы построили гостиницы. Причем условия были супер льготные. И, действительно, в результате Турция стала Турцией. У нас невозможно. У нас сейчас, если вы попытаетесь какой-то кусок земли в Адейской области, там уже куча собственников. Забрать не можете, поделить. А чаще всего как получается? Человек, если кусок земли, он хочет, чтобы ему миллиард дали. Миллиард. В то время, когда в Турции такую землю отдавали за один Deutsche Mark. Ну, логика была очень простая. Мы вам даем... Да, понятное дело, что здесь у нас строят, вкладывают деньги. Мы вам очень дешево отдаем. Вы здесь строите. Но Украина так сделать не может. А без инфраструктуры дохода туризма не будет. Серьезно. По этой причине помечтать можно, конечно, но... Хотя идея хорошая. Нет, действительно, Украина имеет хороший потенциал для туризма. Причем и Карпаты, и море. Все это есть. Система не сработает. Отобрать землю нельзя. А за такие деньги иностранцы покупать не будут. Смысла нет. Ну, опять же, инфраструктура, ребята. Туризм можно действительно развивать. Но если бы у нас были дороги... Потому что очень часто бывает как... Хорошая идея. Давайте построим курорт. Давайте. А когда доехать? Никак. Идея умирает. Еще очень забавная новость. Это тоже сказала Марьян Олески. Надо в Украину привлекать туристов с Китая. Шикарная идея. Не-не-не. Не коронавирус. Это другое. Китайцы действительно активно ездят. Но. Понимаете. Китайцы очень специфические туристы. Во-первых, они действительно ужасно любят фотографироваться на фоне Мавзолея Ленина. Факт. Причем такими. Они ужасно любят Красную площадь. Да. Они ужасно любят такие коммунистические... Да. У нас как бы сейчас это не в моде. Память к Ленину не найдете. Но. Ладно. Это все можно как бы обыграть. Продолжить другие виды. Китайцы это такое правило. Они платят на территории Китая. Едру страну. Ну. Соответственно. Как правило. Компании ходят, ездят, смотрят и уезжают. То есть. На китайских туристах даже Россия практически не зарабатывает. Не удивляйтесь. Серьезно. Серьезно. У них вот эта система. Когда они платят в себя. В Китае. И основные доходы остаются в Китае. Такая практика. Во-первых, им это проще. Все-таки контроль. Им проще заплатить китайской и туристической компании. Чтобы деньги остались в Китае. Так что. Марьян. Ничего личного. Но ты не знаешь как ездят китайские туристы. Ну фантазии. Ой фантазии. Ребята. А вот это действительно интересная новость. В Украине есть такая компания. Лозовые машины. Ну. Лозовые. Господи. Лозовые машины. Какая-то компания делает навесные различные приспособления. Для технической техники. Вот эта вот компания. Лозова. Мешинер. Увеличила поставки продукции машинстроения в Канаду. Да. Прямо по-моему. Это слово. Ну и какая ситуация. Действительно. Трактор. Дерат новый. Это не всегда. А вот навесные. Получается. Причем действительно. Очень удачно. Ну скажем так. Развивается. Мало того. Они даже внедряют. Как бы. Свои новые. Разработки. Используют. Так званные. 3D стойки. Так. И действительно. Канаду покупают. То есть. Экспорт украинских. Повторяю. Украинской. Схозяйственной техники. В Канаду растет. Во-первых. Спрос есть. Прикладатель. Еще раз повторяю. При желании. Вот это есть. Настоящее машинстроение. Когда производят то. Что можно продать. Есть спрос на плуги. Бороны. Делаем. Будет спрос на лопаты. Будем лопаты делать. Надо делать то. Что можно продать. А не делать то. Что продать нельзя. Шикарно. Не. Ну просто шикарно. Ну ладно. Коль уже мы вспомнили. Про такую хорошую страну. Как Канаду. Давайте вспомним. Про США. США. Отказался сокращать. Добычу нефти. Заявили. Что будут. Все равно. Увеличивать добычу нефти. Несмотря на соглашения. ПЭК. Плюс. Ну. Они. Как бы. К этому соглашению. Имеют. Постольку. Постольку. Отношение. Ну что нам сказать. К США. США. Понимаете. Им как-то. То что где-то там-то. Ну. Помните. Даже сложно было представить. Что. Можно заставить. США. Подчиниться решению. ПЭК. Плюс. Ну это ж нереально. Это просто нереально. Опять же. Америка. Ну тут смотрите. В Америке есть такой. Легендарный инвестор. Кирилл Соколов. Ну как всегда. Он сделал прогноз. Выступил. Интервью. В. Финешнл Тайм. Ну и соответственно. Рассказал. Что все плохо. Все ужасно. Все варится. Кризис. До уровня. Падения. И так дальше. Ну что он пообещал. Ну давайте посмотрим. Ну короче. Полнее. Полнейшее. Значит. Полное бесценивание доллара. Так и непонятно. По отношению к чему. К евро. Он это не сказал. То есть. По его словам. Не понятно. Бесценивание ничего. Вообще. По большому счету. Бесценивание доллара. Может быть. Но тогда дорожают акции. А он здесь рассказывает. Что индекс Доу Джонсону. Падет до уровня. Ниже Плинтуса. Нет. Наоборот. Вырастет. Кирилл. Ты явно перекручиваешь факты. Потому что. Понимаешь. Да. Действительно. В 32 году. Ну. Точнее. В 29-м. В 32-м. Упало. Тогда денег было меньше. А сейчас денег больше. Тем более. Если делается эмиссия долларов. То эмиссия долларов затягивается на фондов рынок. Кирилл. Я не знаю. Какой ты легендарный инвестор. Но скорее всего. Что-то ты в этом не понимаешь. Третье. Золото подорожает. Кирилл. Золото действительно дорожает. Во времени стабильности. Проблема потом. Зараза его продать. Ну. В 2008-2009. Да. Золото дорожало. А потом. В 2010-м. Кто не успел продать. Ой. Ругались. Ой. Ругались. Ой. Ругались. Так что. Золото. Золотой стандарт умер. Кирилл. Умер. Я понимаю. Что ты поднимаешь старую. Там. Скорее всего. Я точно остался. Золото. Ты не знаешь. Когда я зараза. Задеть. Это бывает. Ну. И. Третий. Доволь. Совершенно верно. Что. После коронавируса. Мир не будет таким. Не спорю. Глобализация. Кирилл. Тут не в коронавирусе. Глобализация. Глобализация меняет. Действительно. Да. Действительно. Интернет торговли. Интернет информации. Интернет. Все это меняется. Но здесь не коронавирус. Да. Сейчас глобализация. Границы сметаются. Ну. Сейчас действительно. Ну. Вот смотришь компания. Не может толком понять. Чарна. Да. Штаб квартиры в Швейцарии. Но. Центральный офис. В Киеве. Но. Бухгалтерия сидит. Скажем. Вот так. В Жумеринке. Или. Еще похлеще. Чаще всего. В Индии. Склады. Словакии. Там. Производство в Китае. А чарна. Ну. Вот. Тоже бы оно. Так что. Да. Действительно. Это меняется. Соллаза. И действительно. Это сметает. Так что. Вот эти все разговоры. Сейчас. Восстановляют границы. Ребята. Прекращайте бредность. Какие границы. Наоборот. Вот. Коронавирус говорит. Границы. Сметает нас. Раз. Что есть. То есть. А теперь. Ну. Как же не вспомнить. Россию. Антон Силану. Минист финансов России. Сказал. Что. Для поддержки экономики. Для поддержки бюджета. Мы все делаем. Но. Осторожно. Не будем тратить. Фонд. Национальное было состояние. Для того. Чтобы он. Ну. Грубо говоря. Не растратился. Согласен. Нет. Ну. Действительно. Фонд хороший. Большой. И. Действительно. Если так уж сильно увлечься. Его можно очень быстро потратить. По этой причине. Да. Действительно. Надо экономить. Тут еще один нюанс. С Антоном я согласен. А понимаете. А зачем тратить. На сегодняшний момент. Понимаете. Как бы. У Путина. Нет. Большой проблемы. Удержать власть. То есть. Ему даже на сегодняшний момент. Подкармливать население России. Альтернативы нет. Понимаете. То есть. Никто его сейчас скидывать не будет. Да. Он подкармливает олигархов. Не спорю. Олигархам он через нацпроекты бабла даст. Тут проблем не будет. И все. А население. Ну. Ну. Кризис. Ну. Коронавирус. Делов. Еще одна маленькая новость. Но экономическая. Очень экономическая. Но это уже наш министр охранения сказал. Что. После единства мая. Можно. 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 Будет. Ослабить. Карантинные меры для малого бизнеса. Но при соблюдении условий. Иван. Ой. Извиняюсь. Максим. Проблем нет. Вы можете любые. 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 Еще раз. Любые. Фантазии писать. Плевать. На вас все хотели. Ничего страшного. Ну. Вы понимаете. Ваша комедия с коронавирусом. Вы всех смешит. Уже люди. Со смеху падают. Просто катаются по полу. Со смеху. Понимаете. Почему вы любые. Дать там. Рекомендации. Ослабление. Как только. Воно все будет. Понимаете. Что будет. Вот. Я напоминаю. Максим. Были времена. Висели плакаты. Мойте руки. Маски. Это все было. Забыл. Забыл. Я же помню. Сейчас советские времена было. Да. Тоже тогда боролись. Плакаты висели. Плакаты уже выгорели. Да. То же самое здесь будет. По этой причине. Поймите. Пугать людей можно. Но ваша комедия уже всех устал. Уже все происходно понимают. Что никакой опасности. Никакой эпидемии не существует. Есть одно. Ваше желание воровать деньги соцбюджетом. Под видом коронавируса. Что есть. То есть. Ну воруйте. Дело житейское. Ну никто же не против. Мы же всегда за. И последняя новость. Чисто экономическая. 6 мая 1626 года. Петер Миньот. Голландский колонист. Купил индейцев. Весь остров Майк. Манхэттен. Весь остров Манхэттен. Ну если так пересчитать. Ну ту бижутерию. Которую он привез. Она стоила 60 гульденов. Вот за 60 гульденов он купил весь остров Манхэттен. Ну правда потом они со временем потеряли. Но как видите. Был такой нюансик. Сработал. Ну вот и все. На этом прикольные экономические новости заканчиваются. Благодарю за внимание.